Армянская агрессия, направленная против азербайджанского народа, не только стала причиной гибели сотен тысяч невинных людей. Она также стала причиной разрушения большого числа исторических, религиозных и культурных памятников, расположенных на азербайджанских землях. На прошедшей в Баку конференции армянская агрессия и уничтоженные исторические и религиозные памятники говорили также и о зверствах, учиненных над мирными азербайджанцами. Мы все должны знать нашу историю и знать те события, которые происходили в далеком 1818 году. Мы помним, что эти события были для азербайджанского народа, они были неожиданными, народ застали врасплох, потому что внезапно по всей территории республики вдруг начались погромы. Были свидетели, которые давали свидетельские показания по этому поводу. И если бы в советский период об этом говорили бы, напоминали бы, то события 1888 года не были бы неожиданными для нас. Мы были готовы к тому, что от армян можно ожидать любую подлость и любого удара ножом в спину. По мнению участников конференции, вся правда о геноцидах, совершенных против азербайджанского народа, должна быть донесена до мировой общественности. Зачинщики геноцидов должны понести наказание. Мы знаем историю фашизма в Германии. Все мировое сообщество осудило их. Был нюребежский процесс, и главари были, как сказать, казнены. Придет время, мы надеемся, что геноцид в Ходжалах и другие акты геноцида, совершенные армянскими националистами в Азербайджане, также будет осужден, и они пристанут перед судом, перед международным судом. Но, по-моему, международного суда есть еще суд божий, есть, как говорится, божья кара. И никто от этой кары не будет освобожден. Обязательно они понесут свое наказание. Геноцид азербайджанцев, совершенный армянскими дошнаками при содействии большевиков, начался 31 марта 1918 года. В течение четырех дней было зверски убито свыше 20 тысяч людей. Только из-за их национальной принадлежности. Эсмир Алиева, Руфат Рекперов, Сибиси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова